В эти дни в Церкви Евангельских христиан-баптистов полным ходом идет подготовка к празднованию Рождества. Самым ярким событием в череде праздничных мероприятий станет ежегодная рождественская ярмарка, которая пройдет в парке на территории Церкви. 7 января вместе со всем христианским миром прихожане Церкви Евангельских христиан-баптистов будут отмечать один из самых значимых религиозных праздников – Рождество Христово. Рождество – это самый светлый праздник в христианском мире. Мы празднуем Боговоплощение, когда Иисус Христос был послан Богом Отцом, и Он принял плод человека, пришел в наш грешный мир с одной лишь целью, чтобы подарить людям спасение. В нашей Церкви мы проводим очень много различных богослужений, которые направлены с одной лишь целью – вспомнить это событие и прославить рожденного Христа. В дни новогодних и рождественских праздников активисты Церкви проводят утренники для детей города. Один из таких спектаклей состоялся 6 января. Актеры с помощью кукол рассказали ребятам поучительную библейскую историю. Мы будем общаться с детьми, мы будем с ними петь песни, будем играть в игры куклами. И будем рассказывать им рождественскую историю. Это история о мужчине, с которым она произошла с ним на Рождество, когда он ждал Иисуса Христа к себе в гости, но вместо этого к нему приходили бедные люди, и он их принимал. И потом, в конце, когда он был разочарован, что Иисус таки не пришел, Иисус явился к нему во сне и сказал ему о том, что я к тебе приходил. И все, кого ты принял во имя мое, в принципе, ты принял меня. Этим мы учим детей, чтобы они делали друг другу добрые дела, чтобы они проявляли заботу, любовь к окружающим. В воскресенье с 10 до 16 часов в парке Церкви евангельских христиан-баптистов уже в четвертый раз пройдет рождественская ярмарка. На территории парка уже установлен вертеп, артисты проводят последние репетиции. 8 числа мы проводим уже ставшую традиционным для нашей Церкви ярмарку для жителей города. Это будет театрализованное представление, где будут представляться рождественские истории библейские, в которых будут участвовать и подростки, и молодежь нашей Церкви. Угощения будут для жителей города, будут блинчики, чай, катание на лошади. Будут присутствовать неизменный атрибут, это животные, которые были в хлеву, когда родился Иисус Христос. То есть и будут игры для детей, будут игры, будет римский тренировочный лагерь, в котором все смогут проверить свою смелость, отвагу, ловкость. Будет интересно. 6 января в 18 часов и 7 января в 10 утра в Церкви евангельских христиан-баптистов пройдут праздничные богослужения. Церковь евангельских христиан-баптистов поздравляет всех жителей нашего прекрасного города с Рождеством Христовым и наступившим новым 2012 годом. 8 числа у нас в парке будет показана рождественская история. Приходите вместе с детьми благословенного и счастливого вам Рождества. Впереди три выходных дня. У Ильичевцев есть прекрасная возможность разнообразить свой досуг, посетив яркое и насыщенное рождественское представление в парке Церкви евангельских христиан-баптистов.